Пятница, 11 сентября. И с вами еще одну рабочую неделю заканчивает команда Курзунского. Телевидение с программой «Взгляд» извенспился. События, люди, мнение. В студии Олеся Пшененко. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе мы поговорим о финансировании венспилских хоккейных команд и попробуем разобраться в непростой сложившейся ситуации. Вы также побываете в концертном зале «Латвия» на днях камерной музыки. Эти и другие новости нашего города в сегодняшнем выпуске. На данный момент в латвийском хоккее «Венспилс» представлен двумя командами. Это получивший софинансирование от городского самоуправления «Венспилский хоккейный союз» и команда «Вента-2002», приносящая городу победы. В течение лета происходили перемещения хоккеистов из одного клуба в другой. В вышеупомянутых клубах играют спортсмены разных возрастных групп, а также у команд есть возможность стартовать в чемпионате Латвии по хоккею. Городское управление спорта не вмешивается в деятельность частных спортивных клубов, но проводит оценку программ, представленных клубами, и представляет их на утверждение комиссиям Думы. А также несет ответственность за использование средств, выделенных самоуправлением. На сегодняшний день известно, что «Венспилское самоуправление» будет софинансировать «Венспилский хоккейный союз». У нас в каждой команде по три состава, и этого хватает, чтобы стартовать в чемпионате. Конечно, в идеале было бы хорошо, чтобы в команде было по 20 детей, но на чемпионате мы стартуем, так что все в порядке. Интересен и тот факт, что финансирование непосредственно хоккея как вида спорта является самым большим по сравнению с другими видами спорта на одного ученика в год, и оно значительно превышает лимит в 1000 евро. Это 1680 евро. Сейчас у нас следующий этап как в спортшколе, так и в программе по привлечению маленьких детей, что актуально для сентября и октября. И, скажем так, планы, касающиеся высшей лиги, они еще от нас далеки. И вопрос, нужно ли это. Между спортивным управлением и хоккейным клубом «Вента» были прекращены договорные обязательства. В свою очередь, Латвийская федерация хоккея не проголосовала за то, чтобы хоккейный клуб «Венспилс» принимал участие в детских юношеских чемпионатах Латвии по хоккею и юниорской лиге развития. В связи с чем был заключен договор о сотрудничестве с Марупским хоккейным союзом. Ну, они договорились с Марупе. Под их лицензию будут выставлены венспилские команды, венспилские формы. Но юридически они будут как бы из Марупы. Но фактически они будут венспилчане. И никто не почувствует, чья это лицензия. Это в данном случае какая разница для детей и для детей. Чисто формальность. 29 августа венспилская городская дума приняла решение предоставить венспилскому хоккейному союзу дополнительное софинансирование в размере 23 313 евро для того, чтобы он мог соответствовать правилам Латвийской федерации хоккея о переводе игроков, которые предусматривают, что трансферные карточки игрока должны быть оплачены. Карточки для трансфера игроков необходимы для обеспечения участия детских и юношеских команд венспилса в детско-юношеских чемпионатах Латвии по хоккею и юниорской лиге развития сезона 2020-2021 года. Финансирование со стороны городской думы гарантирует, что родителям не придется платить за процесс перехода из одной команды в другую. В соответствии с правилами, утвержденными Латвийской федерацией хоккея о переводе игроков, хоккейный клуб «Вента-2002» владеет лицензией игрока, дающий игроку право участвовать в хоккейных соревнованиях. И хоккейный клуб «Вента-2002» подписал ограниченный трансфер игроков для более чем 60 воспитанников. В венспилской команде будут играть спортсмены и из других городов Латвии. На сегодняшний день Венспилский хоккейный союз получил более 100 заявок от родителей, которые хотят, чтобы их дети тренировались и играли в хоккейном клубе «Венспилс». И сейчас союз обеспечивает тренировочный процесс в пяти возрастных группах. Тренеры у нас есть, и они все сертифицированы. У них у всех либо категория «Б», либо они закончили Латвийскую академию спортивной педагогики. На данный момент клуб работает над созданием учебного заведения, которое будет реализовывать программу профессионального образования. Конечно, лучше всего хоккею развиваться на базе спортивной школы, но существующая спортшкола «Спарс» на реализацию и финансирование таких программ не получила со стороны Министерства образования и науки ни поддержки, ни государственного финансирования. Венспилское самоуправление в сотрудничестве с «Латвия» с «Валсцели» учли предложение жителей и их просьбы внести изменения в схему ротационного кольца. Нередко водители неправильно проезжают это кольцо, создавая тем самым опасные ситуации. «Сначала нам нужно было проверить один круг и как это будет работать. Потому что ведь, как обычно бывает, привычка сильнее всего. И водители, особенно местные, венспилсчане, которые ездят здесь ежедневно, они ездят, скажем так, по привычке, а не по разметкам. И перемены здесь будут довольно рискованными. Поэтому мы перестроили сначала в одном конце моста, а сейчас осенью предполагается перестроить второе кольцо здесь, на этом берегу». На левом берегу Венты будет изменена схема дорожного движения, что предполагает демонтаж брусчатого островка. На его месте будет положено асфальтовое покрытие. Местами будет демонтирована горизонтальная разметка и вместо нее нанесут новую. Также будут установлены новые дорожные знаки. «Договор у нас заключен, и срок у нас до конца сентября. Фактически там работы на две недели, и строительная фирма ЦТБ это сделает. С этой стороны ситуация немного проще. Две полосы со стороны Лелой с проспекта на мост есть, и по ним можно будет проехать дальше. А со стороны Парвенты немного сложнее. Переход надо сделать на сам мост, и это будет непростой маневр на мосту». Одна из основных проблем ротационного кольца на мосту через Венту – это то, что кольцо в Венспилсе меньше по сравнению с другими. И это существенно осложняет использование внутренней полосы, вводит водителей в заблуждение и приводит к опасным ситуациям на дороге. Просьба автоводителей следовать всем установленным там знаком и соблюдать все правила безопасности. Уже пятый год в Венспилсе проходят дни камерной музыки, которые организует Венспилская музыкальная школа. И они впервые проходят на сцене концертного зала «Латвия». По словам Алдера Шакжиева, каждый год меняются темы, люди и идеи этого музыкального цикла. И если раньше это больше было похоже на мастер-классы для своих студентов, то теперь это полноценные концерты, ориентированные на массового зрителя. Начиналось все в 2016 году, и тогда выступала Магдалина Гекка, которая работает в Париже. Теперь же акцент делается на тех, кто живет и работает в Латвии – в Венспилсе. Настало время, когда Венспилское музыкальное училище работает с такими учителями, которые не просто учителя, они еще и музыканты, которые выступают на концертах, профессиональные музыканты. И у них есть друзья. И значит, наши педагоги выступают для нас, для наших студентов, зовут своих друзей, эти люди встречаются, придумывают новые вещи, и на следующий год уже появляются новые составы, новый репертуар. И мы считаем, что это очень важно для нас, для наших студентов, для Венспилсчан, для культуры вообще. Дни камерной музыки – это цикл концертов различных музыкальных направлений и стилей. 9 сентября состоялся концерт опера для двоих. На сцене блистали певица Сонора Вайс – сопрано, Риналдс – Кандалинцевс – баритон и Эндис – Рене Манис – фортепьяно. Акустика прекрасная. Для меня это уже не первый концерт. Я ведь здесь работаю. У меня такая возможность была, и здесь действительно очень легко поется. Все слышно. Когда поешь пьяно, не надо кричать, все красиво звучит. Обычно все начинают с чего-то помпезного, важного, и потом только веселое. А мы же, наоборот, начнем с веселого, приручим, так сказать, зрителей и перейдем к более значимым вещам. Но в конце еще немного пошутим. Да, думаю, что это очень выразительная, романтическая программа, и людям это обязательно понравится. В этот вечер у зрителей была возможность окунуться в мир оперной музыки. Со сцены звучали не только классические произведения таких композиторов, как Деницетти, Моцарт, Верди и Рассини, но и композиторов 20 века – Менотти и Гершвина. Винспилсчане и гости города смогут посетить еще три концерта, которые проходят в рамках Дней камерной музыки. Например, 16 сентября в концертном зале Латвия можно будет услышать произведения Мичио Китазуме, Клода де Бюсси, Альберта Хинастера и других композиторов. Мы приготовили несколько концертов. 29 сентября в Парменте с библиотека будут выступать наши выпускники со своими друзьями. 1 октября нас будут в этом концертном зале радовать Инга Уозу, Лассана Виларуша и Дита Кремберга. Дита Кремберга – знаменитая флотистка. А 12 октября состоится заключительный концерт Дней камерной музыки в Винспилсе, на котором выступят Илона Мэйя, Петерис Энзелис и Дзинтра Эрлиха. В суботу 12 сентября в Театральном доме Юра Сварты состоится открытие персональной выставки Кате Сержане «Зем лименя». Кате Сержане – выпускница Латвийской художественной академии. С 2009 года она принимает участие в различных выставках. О том, что ждет зрителей на такой необычной для Театрального дома Юра Сварты выставки, рассказала куратор, художница Анна Орненя. Открытие состоится в субботу 12 сентября в 5 часов. И все, кто хочет, смогут прийти. У нас возник вопрос, что же означает эта инсталляция в Юра Сварты? Это означает, что бояться не стоит. Приходите, посмотрите. Она будет расположена в вестибюле Театрального дома. И небольшое продолжение ее будет за пределами, на улице около Юра Сварты. Какова же идея и концепция инсталляции? На эти вопросы ответит сама Кате. Мы работаем над созданием небольшого видео, которое потом будет либо транслироваться здесь, в Юра Сварты, или же будет выложено на домашнюю страничку Театрального дома и в Фейсбуке. Эту удивительную инсталляцию, выставку Каты Сержана, в Театральном доме Юра Сварты, можно будет осмотреть до 18 октября. У меня на этом все новости. И я прощаюсь с вами до следующей недели. Желаю вам по-летнему теплых и солнечных выходных. Андрис Булыс, Дана Бьорк, Яна Хербста. В пьесе Инги Аббле «Морской ветер». Перепады атмосферного давления в двух частях. Постановка «Мары Тимале». 15. сентября в 19.00 в доме Театра Юра Сварты. Ваш рижский русский Театр имени Михаила Чехова. Беетховенс – это один один. Беетховенс – это не «Беетховенс». 19. септембрі концертзала «Латвия» отплāja jauno сезону ар пирматскаņojumu. Ар программу «Шис» – это не «Беетховенс». Педалотись изцелējām вацу пианистам Себастьянам Наверам и камера оркестрима «Синфония» Риги, Венспиллі изсканаясь компониста Арāша Сафаиена вариацийс пар «Лудвига» и Беетховена опусу тэмам. Идиријенти пульс Нормунс Шнэ. Билетс Билетс Парбизай. Отбалста – Валстс Культуркапитал фонс и Венспиллс Пилсетс Пащвавлдийба.